Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цесарским. Наш эфир продолжает программу «Радиоблог» с Игорем Цесарским. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Серёжа. Добрый день, уважаемые слушатели. И зрители рад приветствовать вас в этот день, когда, ну точнее, если брать уж, по той истории, которую мы, в общем-то, проповедуем и которой придерживаемся, то скорее со вчерашним днём, когда, в общем-то, была подписана капитуляция гитлеровской Германии. И этот день действительно для нас важный. А вопрос, как его празднуют в некоторых странах, то тут уже абсолютно это о другом, о том, о чём бы не хотелось сегодня говорить. Потому что память погибла с ним, а вот победобесия нет. Хорошо. На самом деле у нас сегодня с коллегой Игорем Туфельдом разговор не о 9 и даже не о 8 мая, и не о параде, который где-то там устраивают, и со вчерашним днём. Вот. Я думаю, что мы сегодня будем говорить на темы, которые наши, сегодняшние, американские. Игорь, привет. И да. Добрый день. Добрый день. На самом деле, да, конечно, мы будем говорить на темы, американские, потому что их, как всегда, много. Тем более сейчас, в преддверии ноябрьских выборов, уже начинается массированная атака на бывшего президента и, соответственно, на республиканскую партию. Как говорили в своё время в России, мы говорим партия, подразумеваем сами знаете кого. Что здесь, в принципе, происходят похожие очень вещи, и нам только устается догадываться о том, что на самом деле не так уж и сложно, и говорить, что это эти вещи, которые можно было предсказать, предугадать. Но, собственно говоря, почему они происходят, это тоже довольно интересный вопрос, потому что демократическая партия находится в панике. Они понимают, что если они не сделают то, что они делают в ноябре 2020 года, их ждёт сокрушительное поражение. И, в общем-то, всё идёт к этому, поэтому они используют все возможности, которые у них есть, и которых у них нету для того, чтобы создать ситуацию, в которой они всё-таки каким-то образом, чудом победят. Но я думаю, что в этот раз их не спасёт ни чудо, ни чудеса, ни мошенничество, ни фальсификация. Ни бог, ни царь, ни герой. Игорь, смотри, ты говоришь, они в панике. Ну вот, во-первых, а, в чём выражается эта паника, а во-вторых, не уверен ли ты в том, что тот же Марик Цукерберг ещё полмиллиарда не выделит на правильные подсчёты? Ну, может, и Цукерберг выделить, может, и выделить бывший мэр Нью-Йорка Блумберг, который уже это пытался сделать, и не пытался, а сделал это во Флориде. Но, как мы видим, это ничему ему не помогло. Во Флориде – да, но в других местах. И о них мы сейчас поговорим с тобой. Да, мы поговорим сейчас с тобой. Да, ты готовил, я знаю, эту тему, поэтому я тебя именно на неё хочу направить. В первую очередь у Трампа, его поместье, состоялся показ. Так? Да, совершенно верно. Показ фильма режиссёра Дениша Десозе, который, собственно говоря, делал, в общем, вначале такие довольно странные заявления о том, что типа министра юстиции, генерального прокурора прошлого, Уильяма Барра, который говорил о том, что он, конечно, знает, видит, что очевидно, что были фальсификации, но этих фальсификаций недостаточно для того, чтобы изменить результаты выборов. И вот сейчас именно Дениш Десозе установил, благодаря там большой команде, людям, которые ему помогали, и снял фильм о фальсификациях на выборах. А в результате он полностью изменил своё мнение, потому что он занимался, в общем-то, довольно серьёзным расследованием, ну, естественно, не один, а при помощи многих своих соратников, коллег и помощников, которые собрали материал, подтверждающий и доказывающий о том, что минимальное количество голосов, которые были подтасованы и добавлены, составляет приблизительно 400 тысяч избирательных голосов, которые были отправлены президенту нынешнему, Байдену. Можно даже сказать, не совсем законно избранному. Но так или иначе, в этом фильме показаны довольно интересные моменты, эпизоды того, каким образом всё это происходило. И самое интересное, что ему даже удалось вычислить определённую статистику, воспроизвести статистику всего этого мошенничества. Прежде всего, речь идёт о пяти штатах, именно тех пограничных штатах, которые, в принципе, должен был выиграть. Трамп и выиграл в них, если мы говорим о фильме и о доказательствах, которые мы видим. Это Пенсильвания, это Аризона, это Висконсин, это Джорджия и это Мичиган. Причём было показано в фильме и доказано Десозе то, что в мошенничестве участвовали так называемые мулы. Мулы – это термин, который используется при перевозке наркотиков и при перевозке живого товара, то есть там женщин, которых заставляют заниматься проституцией и сексуальным рабством. То есть это посредники, которые получают, допустим, наркотики или живой товар у дельцов и перевозят его через границу или из города в город и таким образом передают их тому, кто должен в дальнейшем это распространять. Так вот, эти мулы-перевозчики, приблизительно 2000 человек были задействованы. Каждый из них участвовал в среднем в 40 таких мероприятиях. И каждое мероприятие заканчивалось тем, что в ящике, почтовые ящики для избирателей, которые были поставлены в этих штатах и особенно вот в этих округах, прежде всего речь идёт о округе Мерикопа в штате Аризона, было использовано по 5 бюллетеней за одну выходку. То есть 2000 умножить на 40 умножить на 5. Опять же, это средний результат, возможно, это чуть-чуть меньше, чуть больше, но в любом случае это не меняет сути дела. Всё дело в том, что сейчас у меня даже записаны эти точные данные, и я хочу их зачитать. Значит, в штате Аризона Трамп проиграл с разницей 11 тысяч голосов. В штате Джорджия 12 тысяч голосов, в Висконсине 21 тысяча, а в Пенсильвании 82 и в Мичигане 155. Но в отношении, если мы сложим всё это, то мы увидим, что цифра получается суммарная, цифра получается значительно меньше 400 тысяч. Но самое интересное, что вот в штате Пенсильвания, где разница такая, в общем-то, по сравнению с другими, более значительная, хотя на самом деле тоже не такая уж и большая, если говорить о процентном голосовании и о разнице в других штатах, то здесь я просто хочу напомнить нашим слушателям о том, что именно в Пенсильвании, где-то в районе 11 часов вечера, Трамп лидировал с отрывом где-то 800-900 тысяч голосов. И вдруг возник совершенно непредсказуемый перерыв. Люди перестали подсчитывать голоса, а причина была очень какая-то странная. Закончились чернила в принтерах. Я не совсем понимаю, какое отношение принтеры имеют к подсчёту голосов. Может быть, только для того, чтобы напечатать новые бюллетени, которые действительно могли кончиться, если надо было печатать около миллиона этих бюллетеней. Собственно говоря, 800-900 тысяч в пользу Трампа, значит, нужно напечатать 900 тысяч в пользу Байдена, плюс ещё 82 тысячи, благодаря которым он и победил в этом штате. Но совершенно непонятная и фантастическая история. Никто, включая генерального прокурора и министра юстиции Бара, не обратили на этот казус особого внимания. Но, тем не менее, сейчас мы знаем, что это произошло. Причём, на самом деле, вся эта паника, которая возникает, причём абсолютно закономерная и заслуженная в рядах демократической партии, связана ещё и с тем, что есть факты, которые они просто не могут скрыть. Это потрясающая инфляция, как сегодня заявили в новостях, причём не в тех новостях, в которых хвалят Трампа, а наоборот, там, где постоянно критикуют республиканскую партию и Трампа, которого даже некоторые каналы вообще не называют по имени, а говорят, вы знаете, кто это, you know who. Такое вот пренебрежительно какое-то совершенно, я бы даже сказал, такое отношение к какому-то пигмею. Понимаешь, то есть вот хотят показать брезгливая даже, брезгливость какая-то, хотя они даже не понимают, что на самом деле они возмеивают же сами в себя. Но дело не в этом. Вот последнее заявление в отношении инфляции, что самая высокая инфляция за последние 40 лет. В общем, биржа начинает падать, всё идёт к рессессии, процент федерального бюджета подняли на полпроцента, что, собственно говоря, и привело к этим потрясениям на бирже сегодня. Кроме этого, рейтинг самого президента падает. Ну и, конечно, самое чувствительное, что, в общем-то, наверное, для многих американцев является одним из самых главных показателей инфляции – это цены на бензин. Причём сегодня сказали, что цены на дизель по сравнению даже с ноябрём прошлого года выросли практически, не практически, а больше, чем в два раза. То есть поднялись на 200%. Ситуация действительно катастрофическая для демократической партии, да и, собственно говоря, для страны тоже. Причём все эти вещи постоянно муссируются. Я не говорю о каналах Fox, где об этом уже говорят просто без остановки, хотя в своё время они немножко так полевели, но сейчас, видимо, возвращаются на своё русло. Но уже и левые каналы не могут скрывать эту информацию. И вот, естественно, они пытаются любыми правдами и неправдами опорочить бывшего президента и всю республиканскую партию. И, естественно, что в этой ситуации у них работает такой довольно примитивный, я бы сказал, метод, когда они приглашают на интервью людей, которые так или иначе были обижены президентом Трампом, по их мнению. То есть уволены. Почему-то, вот я даже удивляюсь, почему на экранах телевизора я не видел первого госсекретаря Тиллерсона, который, в общем-то, в самом начале довольно резко говорил о Трампе. Но сейчас почему-то он исчез. Я не вижу также первого министра обороны Мэттиса, который тоже хранит молчание. Но вот зато вчера на канале CBS выступал последний министр обороны Эшер, который вообще просто, так сказать, озадачил, по-моему, даже своих интервьюеров. И уж сообщил такие сенсационные данные о Трампе, которые, в общем-то, мне кажется, надо было всё-таки как-то подкорректировать, потому что, ну уж как-то мало-мало верится в то, что это правда. Конкретно он заявил о том, что Трамп собирался обстрелять ракетами и уничтожить мексиканские картели, наркокартели, и также планировал вторжение в Венесуэлу и Иран. Окей. Игорь, смотри, ты немножко уже перешёл от фильма, а я хотел просто вернуться и задать один вопрос. На самом деле адресую наших слушателей и читателей, в том числе, к одной публикации, мы её делали 24 апреля у себя в Континенте, где рассказывали немножко о предысторию этого фильма. Там, в частности, упоминается такая группа «True the Void». И там есть такой Грег Филлипс, который собрал громадное количество вот этих всех видеоматериалов и так далее, на чьей основе, собственно, Динеш сделал свой фильм, ты этот, понимаешь? И вот интересная вещь, ведь это не домысел какой-то, а это некий факт, это съёмка, так? Это не просто никак не заинтересовало ни один из мейнстрим-каналов. Вот что ты скажешь на сей счёт? Ну, меня это совершенно не удивляет, а тебя это удивляет? Нет, конечно, ну вообще, комментируй. Нет, я могу сказать, что где-то в сентябре прошлого года, когда я был в Атланте, то в это время Амазон выпустил какой-то фильм, я уже не помню, как он называется, ну, в общем, порочащий Трампа. Я написал, естественно, свой отзыв, в котором я подчеркнул, что вы пытаетесь использовать свою промарксистскую идею и пытаетесь протолкнуть её своим зрителям. Не лучше ли вам поинтересоваться, чем занимаются некоторые женщины-конгрессменши в Сенате, а конкретно Александрия Аказия-Кортес и её приспешники, там, Пресли и другие. И снять об этом фильм тоже будет довольно интересно, и так же, как и действия президента Байдена. Я получил буквально через несколько часов сообщение от Амазона, в котором мне сообщили, что мы вашу рецензию поставить не можем. Почему? Ну, естественно, что никто даже не удосужился объяснить. Почему? А потому, да? Да, а потому. Но интересно, что в этом фильме показаны кадры, которые были сняты наблюдательными камерами, установленными возле этих участков. Во-первых, да, надо ещё отметить, что речь идёт прежде только. Речь не идёт ни о голосах мертвецов, ни о голосах, которые были подсчитаны в результате изменённого алгоритма в машинах, подсчитывающих голоса, а только о тех голосах, которые были вброшены в специальные почтовые ящики, поставленные для избирателей. Значит, люди, которые занимались этим, вот эти мулы, о которых я говорил, перевозчики, они использовали довольно такой избитый метод. То есть, во-первых, они практически всегда были в капюшонах или каким-то образом закрывали себе лицо. Ну, тогда это вообще было несложно. Маски, если раньше войти в банк в маски было просто невозможно, то какое-то время без маски вообще не пускали в банк. И, кроме всего прочего, они также действовали в перчатках, чтобы не оставлять отпечатки, но это уже такая более серьёзная предосторожность. Вряд ли кто-то стал бы проверять отпечатки пальцев на бюллетенях, которые голосовали за Байдена. И при этом, опуская бюллетени в этот почтовый ящик, они фотографировали свои руки. То есть, видимо, им нужны были доказательства для того, чтобы получить деньги. То есть, это явно была довольно крупномасштабная операция и довольно хорошо финансируемая. Но при этом заметь, вот эти люди делали определённые действия, которые явно незаконные. У нас есть службы, да? ФБР там и прочие. У нас достаточно много силовых ведомств в нашей стране. Но никого даже это и не интересует, получается, да? Ну, было-было. Ну, получается. Ну, говорят, да, получается. Так же, как не интересовало во время погромов, которые проходили по всей стране после смерти усопшего Флойда. Зато смотри, что получается. Вот тут совет по дезинформации создаётся. И вот здесь то, что вот ты сегодня говоришь, и я говорю, и вот наш друг Зацепин говорит, это подпадает под вот то самое, что чем будет заниматься этот совет, а иначе говоря, любые выпады и любое обсуждение, даже выборов 2020, это выглядит как дезинформация. Ну, и, соответственно, фильм снятый – это тоже чистой воды дезинформация. Не так ли? Ну, получается так. Но, собственно говоря, вообще на самом деле я, в принципе, считаю, и, судя по всему, так оно и продолжается. Им лучше вообще молчать об этом. Они не обсуждают этот фильм. Его просто, как в своё время писал Антон Павлович Чехов, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Вот такой подход, он их спасёт. Если они начнут говорить о том, что это всё фейк, ньюс и так далее, они сами себя поставят в очень глупое положение. Потому что если они не хотят привлекать внимание к этому, так же, как они, собственно говоря, не говорили ничего о лэптопе Хантера Байдена. Вообще ничего. Молчали. Молчали. Тот, кто мог, его убирал. И, кстати говоря, именно из-за этого, в общем-то, и стало известно более-менее широкой общественности о том, что вообще существовал какой-то лэптоп. А, кстати, вот, допустим, хорошо, забежим немножко вперёд, предположительно, Конгресс попадает в руки республиканцев. Причём и нижняя, и верхняя палата. И, вот, насколько ты можешь верить в то, что вот эти все вещи, о которых мы сегодня упомянули, так или иначе попадут в объектив и будут рассматриваться, и будет что-то инициировано и так далее? Я думаю, что каким-то образом это будет рассматриваться. Другое дело, какие результаты из этого можно извлечь? Ну, естественно, что сместить президента – это невозможно. Ну, наверное, будут поданы какие-то иски в Верховный суд. Но, возможно, что вот именно всё, что сейчас происходит, связано. То есть, с одной стороны, я абсолютно уверен, что вот эта вот утечка информации из Верховного суда, она, безусловно, связана с выборами. Тут у меня нет никаких сомнений. Возможно, это связано также и с этим фильмом, потому что сейчас мы слышим о том, что все собираются, то есть, демократическая партия, включая там лидера большинства Шумеры, ну, естественно, тут удивляться не приходится. Нэнси Пелози и прочие, 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 те же уже упомянутые в СУЕ имена конгрессменш, они сводятся к тому, что, во-первых, перевес пользу консерваторов в Верховном суде, второе, что они используют свои политические взгляды выше своих профессиональных обязанностей, то есть ставят политику выше юриспруденции, чем они должны заниматься и выше закона и конституции, что полностью не соответствует действительности. И таким образом обвиняют не только судей-консерваторов, но, естественно, и всю республиканскую партию, и опять же того же Трампа, который назначил консервативных судей. О том, что эти же консервативные суди, которых назначил Трамп, в декабре 2020 года отклонили иск губернатора Техаса, об этом они молчат. Да, ну хорошо. Они молчат, мы не молчим, а говорим во весь голос, что сейчас несколько минут рекламы, а потом, если у вас будут вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цесарским. Возвращаемся в программу Игоря Цесарского. Телефон в студии 847-400-5200. Напомню, в этом сегменте вы можете позвонить и задать вопрос. Кстати, Игорь, у нас уже был звонок. Перезвоните, пожалуйста, 847-400-5200. Есть звонок? Да, пожалуйста. Здравствуйте. Уважаемый Игорь, я хотела бы вас спросить, как можно бороться с утечками из Верховного суда, если у нас такой там отважный отряд левых судей собрался, особенно с внедрением туда последнего члена, который не знает, что такое женщина. Вот. И вообще, что она такое и есть сама. А во-вторых, я так думаю, что слить мог или утечку сделать сам Робертс, потому что он явно марионетка Обамы. Судя по тому, как он утвердил тогда Обамакеа. Вот. Можно ли как-то это остановить, прекратить, или это уже, как говорится, будет характеристика Верховного суда навсегда? Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Игорь, тебя не видно, камеру, пожалуйста. Я не знаю, что у меня произошло. Все, сейчас нормально. Пожалуйста. Дело в том, что, во-первых, это новая назначенка Байдена, она еще не вступила в должность, и ждет, пока ее предшественник уйдет в отставку. Он это должен сделать, по-моему, в течение полугода или что-то такое. По крайней мере, сегодня она не имеет никакого отношения к Верховному суду, хотя уже и назначена судей. В отношении Робертса я могу сказать, что на самом деле возможно, что это Робертс, а возможно, что это кто-то другой. на сегодняшний день – это все спекуляции. Кроме всего прочего, я думаю, что кроме самих судей доступ к документам имеют и другие клерки. Там перечислено, Игорь, было. Там достаточно много клерков. И причем один из них, если слил, этого уже хватило бы. Да, то есть, скорее всего, что это вообще идет не от самих судей, а от клерков, собственно говоря. Но клерки, на самом деле, тоже довольно важная должность в суде. И, собственно говоря, из тех клерков, которые были клерков, есть немало судей, которые стали судьями. Да, у нас есть сомнения, что это Робертс может такое сделать, при всем к нему нетеплом отношении. Окей, у нас есть еще звонок, давайте попробуем принять. Слушаем вас. Вчера мы радостно отметили Happy Mother's Day, с чем я нашу женщину еще раз поздравляю. Вот, на фоне, мы живем, переживаем несчастливое для Америки поликоликное время. И я боюсь, что в скором времени наши левые, наших же детей заставят нас не называть нас нежно, как мама и папа, а будут, мы, нас будут называть родители номер один, номер два. Как вы думаете, как долго это время занятостало, мы не будем отмечать эти праздники мазутой, пазутой. И еще во второй вопрос у меня насчет нефти и газа. Вот, два года назад Америка занимала первое место по добыче нефти и газа, а сегодня мы уже отстаем в этом плане, потому что демократы не хотят запустить нашего бычь и газа. Не кажется ли вам, что этим самым демократы заботятся Россия, Ирана и Венесуэля, у которых они вот и сегодня покупают нефти и газ? Спасибо. Спасибо за вопрос, Игорь, пожалуйста. Ну, в принципе, есть какое-то рациональное зерно в вашем вопросе. Правда, Америка уже не закупает газ, нефть у России. После, по-моему, двух месяцев войны наконец-то удалось повлиять на президента. Причем, здесь довольно интересный факт, на мой взгляд, что он подвергался давлению со стороны своих соратников. Последний, кто стал требовать от него отказаться от закупок российской нефти, была Нэнси Пелоти, которую, в общем-то, никак нельзя отнести в правый лагерь. И, видимо, у Байдена были какие-то другие мотивации, но на самом деле вне всякого сомнения. Закупка нефти у страны, которая ведет военные действия, которая осуждает страна, то есть Соединенные Штаты Америки, и тем не менее продолжает закупать нефть, это, в общем-то, конечно, парадокс 20 века. И, как я уже говорил в одной программе, что на самом деле, если когда-то начнутся разбирательства по поводу военных преступлений и вообще начала этой войны, если таковые будут установлены, то те страны, которые финансировали эту войну, должны тоже понести ответ или, по крайней мере, каким-то образом объяснить свою позицию, так же, как это было на Нюнбергском процессе. Один из главных финансистов нацистской Германии и нацистской партии Гитлера непосредственно, банкир шахт находился на скамье подсудимых, его оправдали, но, тем не менее, следствие по этому делу велось, так что, я думаю, здесь вполне закономерно было бы последовать по пути Нюнбергского трибунала. Да, ну ты далеко уже зашел, хорошо, там был и первый вопрос, я коротко отвечу, вот так я отвечу, еще не вечер, посмотрим, насчет родителей номер один, это, знаете, это давайте поглядим, не все так еще печально, хотя к этому ведут нас, но есть много сил, которые очень противятся тому, посмотрим, я так думаю. Я думаю, что это скорее был такой риторический вопрос. Я понимаю, тем не менее. на самом деле, ну что говорить, ну будет вместо Мазерсда, я не удивлюсь, в каких-то штатах будет день первого родителя или день второго родителя, другой тоже, надо установить, кто первый. Ой, я вот об этом и подумал, когда у вас у нас синхронная мысль. Хорошо, у нас есть звонки, Сереж? Да, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, спасибо за ваши передачи, вот у меня несколько таких вопросов. Вот мы рассматриваем, Верховный суд рассматривает сейчас, по сути дела, этот кейс, который был из Витя с 1972 года связанным с аборшем. Меня удивляет, что все-таки 50 лет назад Почтури Верховному саду нечем заняться более серьезными проблемами, которые сейчас есть, рассматривать кейс, который был 50 лет назад. И почему именно они сейчас стали заниматься таким, как говорится, hard subject по поводу этого аборшем, который был в 1972 году. И, по сути дела, сейчас эта проблема, по-моему, это уже высоценность пальца. Каждый штат имеет, допустим, свои законы. Если тебе не нравится, хочется сделать аборшем, пожалуйста, переедь к границе в штате, который ценит парадход, делает бесплатно эту процедуру. И это все высоценность пальца. И смотришь сейчас вайлент, который происходит вокруг этих домов судей, это вообще ненормально. Но не могли бы расписать по этот кейс, который был 1972 года, и почему на Верховный суд стал им заниматься сейчас, в данный момент, когда у нас проходит ресурс и все остальное, и связано это с политическими какими-то проблемами, которыми они специально этим занялись сейчас. Спасибо большое, это хороший вопрос, Игорь, пожалуйста. А второй вопрос можно задать? Да, ну да, только быстро эти можно. Пожалуйста, второй вопрос, не могли бы объяснить, почему псаки уходят? Чем это связано, эта рокировка? Они выставили там другую женщину, такую черную, лесбианку, которая будет заниматься? В принципе, псаки их устраивала, но почему она уходит? Если бы не могли бы объяснить тоже. Спасибо. Спасибо. На первый вопрос. Во-первых, я хочу напомнить вам, что Верховный суд Соединенных Штатов не всегда занимается такими уже важными вопросами, потому что иногда у них просто нет таких вот супер важных вопросов. Я просто приведу примеры, что вы, наверное, помните, что несколько лет назад обсуждался вопрос о однополых браках. это тоже решалось на уровне Верховного суда, и в принципе говорить о том, что более важно, аборты или однополые браки, я не берусь судить, у каждого есть свое мнение на этот счет, в отношении того, почему именно сейчас, через 50 лет, вот этот вопрос более, мне кажется, актуальный, и здесь я не исключаю такую возможность, что действительно это было вброшено кем-то специально для того, чтобы активизировать вот все эти митинги протеста, которые, естественно, идут на руку демократам, они раскручивают эту ситуацию, и тут я должен согласиться с вами, что до сих пор действительно все решалось на уровне штатов, и, собственно говоря, весь этот закон 72-го года говорил о том, что вопрос об абортах должен решаться на федеральном уровне, а теперь это передается полностью в регистратору штата, а на сегодняшний день, если я не ошибаюсь, в 26 штатах аборты запрещены, ну, естественно, есть исключения, как в любом нормальном обществе, но 26 штатов и раньше, несмотря на федеральные законы об абортах, не разрешали, проведение этих абортов. Так что, я не юрист, и я знаю, что в определенных вопросах юридическая казуистика имеет очень большое значение, но здесь, как я уже сказал, так или иначе, даже если это не было сделано специально, умышленно, для того, чтобы вызвать всю эту войну протестов, утечка информации по поводу обсуждения этих вопросов в иконном суде, безусловно, на руку демократической партии. А теперь в отношении ПСАКи, ну, здесь я могу только напомнить о том, что должность пресс-секретаря, в принципе, это должность такая довольно текучая, и у Трампа, если я не ошибаюсь, было шесть или семь пресс-секретарей, причем, в отличие от упомянутых сегодня мной уже министра обороны и министра юстиции, и госсекретаря, он их не увольнял, они сами выходили с этой должности, потому что это постоянное общение с прессой, в общем, достаточно тяжелая стрессовая работа, в общем, стрессовая работа, причем всегда так или иначе, чью бы позицию они не представляли, всегда находятся люди-оппоненты, которые задают провокационные вопросы, и, в общем-то, на этой должности, как правило, люди не задерживаются долго, поэтому я не вижу здесь никаких подводных камней. И не забудь упомянуть, что это неплохой трамплин для хорошей дальнейшей карьеры всегда, потому что ты, находясь на этой должности, очень близко сообщаешься с медийной всей братьей, и не только с ней, естественно. Да, и, кстати говоря, спасибо, что напомнил об этом, одна из бывших пресс-секретарей Трампа сейчас баллотируется на пост губернатора, по-моему, в штате Аризона, и... Арканзас. Арканзас, даже продержалась там больше, чем... Ну, учитывая, что это ее вторая фотка, как бы, получила, то все-таки, да, она довольно долго была, и объектом она была очень часто, там, изгалялись над ней по ту сторону океана, любили это дело, но, собственно говоря, и по нашу сторону она очень часто своей, в общем-то, позиции, назовем это так, весьма сомнительной, часто вызывала критику, ну, критику, естественно, консервативной части общества, либералов, наверное, она вполне устраивала и устраивает. И потом, немаловажным фактором является зарплата все-таки государственные служащие получают по сравнению с телеперсоной мизерную зарплату, там миллионы, там миллионы. ты видел, что сама даже эта станция, сама, сам телеканал, его, точнее, сотрудники в восторге не были. Не, абсолютно, да. Они были. Бессмишка, что они ее не сильно хотят видеть, ну, если так рассудить, наверное, тоже жаба задавила, приходит какая-то там непонятная ее вообще возможности в журналистике и прочее, и сразу на такое серьезное место и на такую зарплату. Ничего себе. Вот. Как ты считаешь? Ну, конечно, это тоже, в общем-то, зависть и карьерная лестница вдруг. То есть, не посчитались с ее приближенностью к высочайшей особе. А теперь можно вспомнить о высочайшей особе. Что-то мы сегодня о нем ничего. Что нового на фронтах-то белодомовских? Ничего. Ничего. И он в этом, у себя в поместье в Доловере там решает запросы. Собственно говоря, я уже сказал о том, что сегодня заявили о том, что инфляция достигла рекордных показателей за последние, самой высокой за последние 40 лет. Цены на бензин растут, цены на дизель увеличились в два раза. и в общем-то и да, и соответственно сегодня произошло серьезное потрясение на бирже. Акции падают и продолжают падать. И все это связано с новым процентом, который объявил резервный фонд. процентную ставку поменяли, что за этим потянется, но есть другая интересная вещь, и сейчас с гордостью о ней заявляют, что безработица на рекордно низких значениях по-прежнему, и даже он переплюнул якобы Трампа в этом вопросе. Что ты скажешь? Ну, то, что он переплюнул, я, честно говоря, не слышал, но то, что действительно на низком уровне находится, это так. Но все дело в том, что несмотря на то, что показатель низкий, ощущается по-моему 4 миллиона нехватка рабочих мест. и, собственно говоря, в этой ситуации я не знаю, каким образом вообще они пришли к этому показателю, но, возможно, здесь тоже существует определенный такой финт, потому что, насколько я знаю, безработными считаются люди, которые потеряли работу на действующем предприятии. если компания закрывается, то люди, которые получают пособие безработицы, учитываются, если они не получают, я не знаю, здесь просто идет очень сложный подсчет. и, возможно, что это соответствует только такое относительное соотношение по сравнению с тем, что есть количество рабочих мест в Америке и количество безработных на сегодняшний день процент составляет такое число. Но то, что именно благодаря нынешней администрации по-моему, полтора миллиона работников потеряли свою работу именно из-за того, что были закрыты эти нефтепроводы и прочие прииски, приостановленные работы, я не знаю, считывают их или нет. Ну, это так. Ты знаешь, у меня был интересный разговор некоторое время назад в нашем ТВ-клубе «Континент» с прекрасным экономистом, профессором Юрием Мальцевым. Вот он как раз объяснял по части инфляции как считается, вот ты об этом как раз говоришь в этой связи, а там именно в связи с инфляцией было, то есть там, где мы говорим 6,5, допустим, процентов, а по таким несколько иным подсчетам там на все 15 тянет, понимаешь? Так и здесь все настолько субъективно, а объективно начинается тогда, когда человек идет в супермаркет или заправляться, вот там чисто объективно он может, если напряжется, вспомнить, а кому не хочется вспоминать, могут картинки пооткрывать где-нибудь на гугл, там пойти и посмотреть, допустим, забить там 20-й год и бензоколонка, и там вы увидите цифры одни и посмотрите, проезжая по дороге, что сейчас, вот вам и картина. Ну, да. Так что, конечно, в этом смысле похвастать ему нечем, поэтому у многих есть действительно предположения, часто обвиняют нас, что вот вы там конспирологию разводите и так далее, но ведь эти предположения вполне естественны, что демократам, нужно всячески показать позитив перед ноябрем, а что еще они могут показать на твой взгляд? Ну, я бы сказал немножко иначе, позитива у них нету, показывать им позитивы, они просто не в состоянии, им нужно показать именно негатив их оппонентов. Нет, ну, негатив оппонентов понятно, они говорят, Трамп до сих пор виноватый за то, что сегодня, но любому здравому... Только Трамп и Путин тоже виноват. Ну, и Путин там, кто угодно, все виноваты, неважно, я имею в виду не про то, что действует президент 46-й уже в течение иного времени. Так, все на Трампа спихивать, это, ну, только идиот может поверить в конечном счете, что до сегодняшнего дня Трамп во всем виновен. Ну, что я могу сказать, в свое время, по-моему, Ильфа Петров дали такой лозунг, они сказали, что и существует страна непуганных идиотов. Вот, ну, знаешь, в Америке тоже есть немало идиотов, которые верят этому, и что я понимаю, есть люди, которые до сих пор, предположим, вот, когда только Нью-Йорк Таймс написала про Хантера Байдена, вот, то они первый раз об этом услышали и узнали. Потому что, вот, даже у многих, ну, есть у нас друзья, хорошие, консервативные авторы, ну, вот, великовозрастные дети к ним домой приезжают, и если, не дай бог, включен Fox News, допустим, я уж не говорю, там, News Max или еще чего, все, а это повод для истерики, скандала, там, и так далее. Ну, естественно, и, собственно говоря, я об этом и сказал, что почему они не обсуждают фильм Десозе, потому что лучше сидеть и молчать, как будто этого вообще не было, как только они начнут об этом говорить, сразу люди могут начать интересоваться так же, как это получилось с компьютером Хантера Байдена. Теперь вопрос, смотри, Трамп успел назначить довольно большое количество судей, там больше двухсот, за время своей каденции, так? И вот, это, ну, это серьезное достижение, в общем-то, и все-таки, наверное... Для республиканской партии. Да, для республиканской, ему, наверное, этих людей каким-то образом, я не знаю, там, ну, рекомендовали их назначить. А теперь смотри, насколько вот эти люди могут влиять на какую-то ситуацию в штатном, ну, непосредственно в штатах, где они служат и вообще. То есть, что-то от них хоть зависит, потому что ощущение, что вот эти все наши рассказы в течение долгого времени, что ничего не происходит, что все вот эти нарушения и так далее нигде не рассматриваются. нет, я с тобой абсолютно не согласен, потому что сейчас ведутся всякие попытки отменить новые введения новой администрации, нынешней администрации. И многие судьи отменяют эти решения, прежде всего это касается миграционной политики, прежде это касается ковидных ограничений, это касается образовательной системы в некоторых штатах. Это удалось сделать, и именно это удалось сделать благодаря этим судям, которые были назначены Трампом. Правильно, но у меня вопрос же не только о текущем, у меня вопрос все равно возвращается к 20-му году, извини, там у тебя 20 секунд, попробуй это отметить. Ну, я продолжаю надеяться, это не скоро только кошки родятся, как говорит ласкалтер, это занимает достаточно много времени, и по крайней мере есть какие-то сдвиги, это не только фильм, но и конфискация машины, которая была замечена с подозрительным алгоритмом в штате Мичиган, об этом мы поговорим чуть позже, когда будет больше информации. поговорим уже в другой передаче в другой раз, а пока спасибо тебе, что был с нами, и добавим, что надежда умирает последней, так что будем надеяться. Всего доброго, господа, до новых встреч. субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок